ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает почти В интернете появилась информация о том, что с 1 августа введен новый штраф за отсутствие техосмотра Размер взыскания 2000 рублей Такое наказание, поясняют официальные органы, действительно предусмотрено И вступить в силу оно должно было в конце июля этого года Однако из-за коронавируса срок перенесли на 1 марта 2022 ТРАССА СТО ОДИН Власти признались в том, что в отзывных кампаниях многие автовладельцы не участвуют по причине простого незнания Оно и понятно, даже за один год машина может сменить нескольких хозяев, ищи свищи крайнего Поэтому государство хочет обязать покупателей подержанных машин оставлять свои координаты у какого-либо дилера К поискам владельцев проблемных авто могут подключить ГИБДД и страховщиков ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН На втором месте Тойота, на третьем НИСАН Самой востребованной моделью с пробегом остается ВАЗовская 14-я Выпускать ее прекратили в 2013 году ТРАССА СТО ОДИН Серийное производство российского электромобиля «Зетта» планируется начать в Тольятти в конце этого года Как сообщалось ранее, машина будет стоить минимум полмиллиона рублей Хотя трудно представить человека, который решится ее купить Выглядит электрокар, мягко говоря, неказисто Маленький, угловатый Технические характеристики заявлены следующие Вес до 700 килограммов Запас хода до 560 километров Максимальная скорость 120 километров в час На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН